Масло действительно вернулось, что говорит наука. Но увеличение риска на 1% это очень мало. Почему они не обнаружили большего эффекта? Я имею в виду, что это лишь крошечная часть общего рациона людей. Показательно ознакомиться с литературой по конфетам. Национальная ассоциация кондитеров любит заключать контракты с наемными учеными, такими как Exponent Incorporated, печально известный шиллингом для крупных табачных и химических компаний. Поощряющих людей есть конфеты каждый день в умеренных количествах, примерно от 15 до 25 мармеладов в день. Родители, которые ограничивают пищу, пытаясь снизить потребление калорий ребенком, просто сделают своих детей толстыми. Видите ли, родители используют принуждение, чтобы ограничить доступ детей на вкусные, высококалорийные или малопитательные продукты. Они имеют наглость говорить своему ребенку, когда и как часто или сколько конфет можно съесть. Разве они не знают, что масло вернулось? Видите ли, данные свидетельствуют о том, что конфеты не связаны с неблагоприятным воздействием на здоровье. Не верите мне? Так вот, опрошено 10 тысяч детей, их спросили, ели ли они конфеты в течение последних 24 часов по сравнению с теми, кто сказал нет. И они пришли к выводу, что потребление конфет не было связано с неблагоприятными показателями здоровья у детей или подростков. И это исследование, в котором авторы заявили об отсутствии конфликта интересов. То есть, да, это было исследование конфет, финансируемое кондитерской промышленностью. Но здесь не было конфликта интересов. Вы видите, как с помощью такого глупого исследования было сложно выделить конкретное воздействие конфет на здоровье человека. Но нам не нужно исследование, поскольку мы уже знаем, что такое конфеты. Это сладости. В основном это чистый сахар. Мы уже и так едим слишком много сахара, больше нам не нужно. Вам не нужно платить исследователям, чтобы провести подобное исследование. Или это. Мы уже знаем, что такое масло. Это жир. В основном это чистый насыщенный жир. Мы уже едим слишком много насыщенных жиров, нам больше не нужно. Во всяком случае, это становится еще более безумным. Потребители сладостей реже страдали избыточным весом и ожирением, чем потребители, не относящиеся к сладкому. Быть может, кондитерская компания была права. Передайте взгляды. Действительно ли поедание конфет – это способ контролировать массу тела? Кто может назвать мне альтернативное объяснение? Почему тучные дети едят меньше конфет? Верно. Обратная причинность. Возможно, к ожирению привело не сокращение потребления конфет, а скорее ожирение, ведущее к сокращению потребления конфет. Другими словами, заявленное потребление конфет отражает последствия ожирения, а не причину. Так же, как люди с сердечными заболеваниями могут сократить потребление масла. Затуманивает ассоциацию. И помните, что это было зарегистрированное потребление конфет, что вызывает опасность предвзятости в отчетности. Другими словами, дети с избыточным весом могут виновата занижать. Они едят больше конфет, чем люди с нормальным весом. Иначе, какие будут последствия от такого открытия? Хотим ли мы рандомизировать детей, чтобы они ели больше конфет, чтобы узнать, помогает ли им это похудеть? Сомнительно, что какой-либо этический комитет был бы счастлив от такого рода предложения. Но вы не узнаете, пока не проверите. Накормите людей дополнительными конфетами или арахисом столько же лишних калорий. И сюрприз, те, кто съел столько лишних конфет, набрали больше веса. Но как насчет интервенционного испытания? Показывай, что конфеты могут улучшить симптомы СДВГ. Если вы компания по производству шоколадных батончиков Марс и хотите профинансировать исследование, показывающее, что шоколадные батончики помогают детям сосредоточиться, что бы вы сделали? Родителям было отправлено официальное письмо с указанием отправлять своих детей в школу голодными без завтрака, а потом давать им шоколадный батончик или, по сути, ничего. Напиток со спартамом. И что вы думаете, кормить детей чем-то или не давать ничего? Повысили их способность продолжать работу. Это напоминает мне знаменитую рекламу Frosted Mini Weds. Клинически доказано, что улучшает внимательность детей почти на 20%. С действительно мелким шрифтом, объясняющим, что сравнивали с детьми, которые вообще ничего не ели. Масло тоже подверглось испытанию. Дайте людям один раз поесть с маслом, и вы получите заряд энергии, экспрессии, воспалительных генов всего за несколько часов после употребления. Значительно больше, чем такое же количество жира в оливковом масле или особенно в грецком орехе. Вы можете случайным образом распределить людей по продуктам, приготовленным из самых разных жиров, и масло оказалось худшим продуктом с точки зрения холестерина ЛПНП. Да, но это были краткосрочные исследования. Это не значит, что вы можете случайным образом распределить людей по еде или избегать масла в течение многих лет, если они не заперты в психиатрической больнице. Где, меняя диету, вы можете повысить или понизить уровень холестерина и сократить коронарные события примерно на 40%. Хотя они также сократили потребление мяса и яиц, так что это было не просто масло. Да, но нельзя заставить целую страну сократить потребление масла. Но это возможно. Снижение потребления сливочного масла в Финляндии на 75% помогло снизить смертность от сердечных заболеваний на 80%, что было в значительной степени обусловлено общенациональным падением уровня холестерина, что во многом было вызвано изменениями в рационе питания по всей стране, направленными на снижение потребления насыщенных жиров, такими как отказ от масла. Суть в том, что исследователи проверили это. Рандомизированные контролируемые испытания с участием более 50 тысяч человек. И чем больше вы уменьшаете содержание насыщенных жиров, тем больше у вас падает холестерин, тем выше защита. Советы по образу жизни для всех, кто подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний. Дабы снизить риск смертности номер один среди мужчин и женщин, группам населения следует по-прежнему рекомендовать сокращать потребление насыщенных жиров. Американской кардиологической ассоциации так надоели попытки компаний запутать людей, что в 2017 году они выпустили президентское указание, в котором разъясняется, основные источники насыщенных жиров, которые следует уменьшить, включают сливочное масло. Продолжение следует...